Друзья, побежали дальше по нашему вечернему эфиру на телерадиоканале Страна.ФМ. Здесь, как всегда, мы и Маш Новая. Майк Войс сегодня потрясающие гости у нас в гостях. Певица, актриса и блогер Евгеника. Здравствуйте, друзья. Евгеника, вот здесь важный вопрос у меня. Здесь, если я не вклинюсь, Маша не даст уже мне ничего сказать. Я молчу, всё. Очень многие, кто к нам приходит, их начинаешь спрашивать наших гостей, а вот чем вы занимаетесь? Они расскажут, я и актёр, я и певец, я ещё и крестиком вышиваю, я ещё и стендап-комик, а на самом деле я ещё и музыку пишу, и прочее, прочее, прочее. И фильмы снимаю, и в клипах снимаюсь, да, и вообще всё вместе. У нас очень много передач. У нас есть и концертный зал, у нас есть и наш вечерний эфир, посвящённый Юр. И утренний, и дневной. Может быть, Евгеника, я не знаю, хирург, ещё надо прийти к нам в лучшие в стране. Чем ещё ты занимаешься, скажи, чтобы мы прям поняли весь твой спектр? Я вообще всем занимаюсь. Знаю ли вы, как я готовлю, знаете ли? Муж у меня гурман, то есть ему, пожалуйста, лазанью, пасту тут вот фетучини, или борщик с пампушечками, я всё это очень люблю. Ну а кто приучил-то, извини меня, ты же наверняка его разбаловала. Знаете, нужен мужчина, вот я не готовлю для себя, вот он сейчас уехал у меня на неделю, я не готовлю. Ну как-то вот нет вот этого. А когда вот для кого-то это всё, это прям вот беда моя, для кого-то всё. Что я? Качаюсь, да, дома, то есть я разрабатываю программы для занятий дома, особенно мамам, я сама мама после Кесарева, и я вот это всё сама разрабатывала, как заниматься дома без всяких тренажёрных залов. Есть вот комплексы из трёх-четырёх упражнений, самые простые, для тупых домохозяек, которые вот вообще ничего не знают, с чего начать, ничего не смотрят, не читают. Маша, вы поняли, что тебе нужен совет. Это для меня. Скажите уже, Маша, что же делать? Выкладываю целые видеоблоги, в Инстаграм всё выкладываю. Давай вместе сейчас делаем что-нибудь. Ножки, ручки, давай, пойдём. Какие-нибудь пару упражнений, правильно? Давай, я подержу, а, у тебя есть столб. Простых, давай, может быть, вот сюда, да? Отлично. Встаём на ножку. Так, дорогие друзья, я вот из-за... Так, ножка. Я не мешаю ли вам? Нет, чуть-чуть согни и держи на ней опору. Я, знаете, как в бортере, на представлении в первом ряду. Нет, прямая, прямая, прямая. И пошли. Раз, два, три, четыре. Однако мне тяжело. Это должно быть так, Евгенька? Евгенька, я смотрю на вас, обеих, я как будто бы вернулся в 95-й год. Это телепередача из моего детства. Ты слушай, я чувствую мышцы уже на своей поверхности. Я дома так занимаюсь, но у меня на каждой ноге висит груз по 3,5 килограмма. И ты стоишь 50 раз по 3 подхода. Это же 3 кг картошки можно повесить. Я понимаю, Евгенька, почему наша телерадиопередача о юморе, потому что я вижу, как делаете вы и вижу, как делает Маша. Она просто на каблуках. Я просто не идеальна. Я в широких джинсах сегодня, друзья. Маша, ты идеальна. Мне еще два часа с тобой еще двести. Далее надо в календолок севой. В календолок севой не применять. Нет, пожалуйста, давай без этого. Все, мне понравилось, Евгенька. Я уже чувствую, что я стала гораздо грацизмой. Ну, и стройней. Тонус пошел, Тонус пошел. Что еще? Я преподаю вокал, потому что Гнесинку я закончила как педагог по вокалу. Ко мне приезжают некоторые люди, которым прям реально надо... Для взрослых детей или без разницы? С детьми мне сложнее, потому что им нужно... Спой, пожалуйста, ноткуми, а то она обидится. Но ты не любишь вот это вот сюси-пусите? Ну-ка, пой. Я человек жесткий. Ну, не жесткий, я человек правдоруб. Я скажу вот как в лоб. Так и скажу как бы. Ребенку маленькому, мальчику шести лет. Нет, ребенку у меня у самой дочка, четыре с половиной. Я с ней сюсю. Ну, как бы, она пока не особо поет, но пытается. И вот мы из мультика Эльза там с ней учим, с роялем. Все нормально. Ну, что еще я? Посещаю всякие различные уроки. Вот сегодня к вам прибежала с пилоном. Мне нравится. Почему нет, когда да? Слушай, это здорово. Дорогие друзья, пилон, вы знаете, вот это зашифрованное слово пилон, я просто сам недавно узнал, это вот то, что мальчики называют шест. Шест. Вот шест, это вот культурно называется пилон. Это очень круто. То есть это не просто вот какие-то там... Стойте, стойте, стойте. Вот не надо уже. У нас 16 плюс, но пока не надо. После песни обязательно покажу вас трюки с пилоном. Оставайтесь с нами. Друзья, именно вот с этим лозунгом «Дай мне, дай мне, дай мне информации, Евгеника», мы и продолжаем с тобой разговор. Маш Новая, Майк Войс, в гостях Евгеника у нас... Да, певица, актриса и блогер. Ну, вот, собственно, о разных вообще аспектах твоей жизни мы поговорили. Хочется заострить внимание именно на твоем поэтическом поприще, на Инстаграме и так далее, потому что ты снимаешь всевозможные вайны, ты пишешь классные стихи, ну, точнее, ты читаешь классные стихи, да, я знаю, что ты не пишешь сама, ты работаешь со многими авторами. Вот расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее, с кем ты сотрудничаешь. То, что я пишу, нельзя читать, оно так начинающее. Я работаю со многими. Я начинала с Юлечки Соломоновой, потому что мы дружили, общались с семьями, и я все ее стихи раз прочитаешь, и они осели наизусть. Так, ну, у меня, в принципе, память тренированная, спасибо Гнесинке и всем колледжам моим. И когда вот, как, собственно, я завела Инстаграм, я думаю, что там делать? А некоторые стихи легли на песни, а некоторые не легли, а ты их уже полюбила. Я думаю, я их буду читать. А так как заводские настройки, дай Боже, мамы и папи уже были хорошие, плюс театральное какое-то мастерство, и просто я начала переодеваться в бабушку, значит, в мужичка, в еврейчика, там, в путану, там, во всех, в мамку с поварешкой, с бигудями, там, сварливую жену со скалкой. Я просто начала играть образами, и меня вот прям перло, перло, больше, больше. Плюс я пишу все свои, как бы, клипы сама, раскадровки, играю все роли. У меня клип бабы, там, один с троллей я сыграла, и охранника, и мужа, и жену, и всех, и, в общем... Бюджет просто ограничен был, да? Нет, нет, просто мне хочется раскрываться больше. Ах, вот оно! И потом, вообще-то, зачем кто-то, когда я сама все сыграю? Действительно, сама за всех. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам, вот и все. Сделай это сам, точно. И я начала читать стихи. Первый, второй, третий ничего особо не дали. И в Инстаграме у меня было человек 30, там, 50 подписчиков. А вот четвертый, как раз-таки Юль Соломоновый, он просто произвел какой-то эффект взорвавшейся бомбы. Я просто... Люди вот так подписывались, 30 тысяч человек за месяц на меня набежало. Ну, подожди, ты была в неком образе, как-то читала это стихотворение? Я красиво наделась, мы шли на свадьбу Степу Менщикова с Валерой. Я красиво такая вырядилась, вышла во двор, значит, там, частные домики, машины... Извините, мне просто вот так заиграли Степа Менщикова с Валерой? Степа Менщиков из Дома-2, правильно? Да, с женой своей Женькой. Что-то не знаю. Я бы с Валерой женился Степой, я думаю, что-то применил сюда, в стране, вы знаете. Мы с мужем собирались на свадьбу Степа Менщикова. И я, значит, красиво такая нарядилась, начепурилась. И, значит, просто вышла во двор, селфи-палку только купила. Думаю, дай попробую, я записалась. Сколько лет назад это было? Это было три года назад, почти, чуть меньше. Обалдеть. За три года практически 500 тысяч подписчиков сейчас. Вот в последнее время вяло текуще, потому что Инстаграм уже перенасыщен просто. И я уже начинаю разрабатывать какие-то свои планы, раскрутки. Об этом я сейчас пишу целую работу. И, возможно, я буду потом выступать с этими курсами, лекциями. Это будет книга или это будут мастер-классы? Я же не Оля Бузова, что книги-то выпускать? Мастер-классы? Да, это моя тема. Мне вот общение нужно. Евгенька, а вот у меня вопрос. То самое произведение Соломоновой, которое дало такой толчок твоему Инстаграму. А вот сейчас, если помериться Инстаграм, у кого все-таки больше подписчиков? У Юльчки. У Юльчки, конечно. Она автор, она творит. Но зато ей стимул куда расти, куда двигаться. Это же тоже здорово. Мы так друг друга, конечно, стимулируем. Но ты не только с Юлей Соломоновой сотрудничаешь. Нет, я начала как раз ее стихов, но они не вечны. Я читала каждый день новое стихотворение. Каждый день понятно, что они быстро закончились. Но пока я наработала этот бэкграунд, ко мне начали приходить другие авторы. И так внезапно мне просто скинули картинку. На, прочитаю, у тебя зайдет мои подписчики. Они сами тебе предлагают? То есть не ты к ним стучишься и говоришь, дайте мне ваш стихотворение? Я просто открываю директ и схватаюсь за голову, у меня столько писем. Я всем всегда отвечаю. Кому-то ласково, если мне ласково, если кто-то там далеко. То есть, по сути, любой зритель, слушатель, твой подписчик может прислать тебе стихотворение, и ты его прочитаешь, если почувствуешь, что оно твое. Если оно как бы достаточно, у меня уже, простите, планка. И если мне пишут там базар-вокзал и просто зарифмованные фразы... Друзья, если в творчестве у вас не базар-вокзал, а что-то стоящее, если вы примерно одного уровня с Уильямом нашим Шекспиром, присылайте, пожалуйста, в директ, а мы пока послушаем музыку. И все заболчали, я думал, ты зайдешь, а ты думал, я зайду. Ну и все, Мишка, твоя очередь. Да, я думаю, что у нас сегодня начинает. Так, мы хотим на самом деле послушать какую-нибудь... Вот мы много говорили о стихах, о творчестве. Зачем мы о нем говорим? Давайте сразу что-то прочитаем. Да, сразу к делу. Что-нибудь из того, что уже опубликовано в Инстаграм. Да, уже опубликовано, набрано там больше 50... 500 тысяч просмотров там примерно. У меня 300, 500, 800 есть. Это топчик. Давайте что-то из раздела 100 тысяч лайков плюс. А, так. Значит, недавно у нас был прямой эфир с Путиным. Да, это буквально вчера было. Я как блогер тоже могу с Путиным обратиться. Я сначала на пряк сейчас, я думала, Евгений говорит, что недавно у нас был прямой эфир с Путиным, а потом я понял, что у всех, да. Да, и значит, я тоже могу как блогер обратиться, да. Это стихи Александра Гутина, замечательный проект, который ко мне так же припочковался, и мы с ним... Не Леонида Гутина, друзья. Александра Путина, друзья. Александр Гутин. Гутин. Дорогой наш президент Владимир Путин, Я пишу письмо, преодолев из пух. Всем известно, что бессмертны вы по сути, и по форме вы бессмертны. Ну а вдруг? Ну а вдруг вы вдруг устанете внезапно у него, чтобы как Ельцин, чтобы уйти, журавлями полетать на дельтаплане, чтобы они не заплутали по пути. Вам преемника, конечно, очень надо. Почему бы не обратить свой взор к звезде? Ольга Бузова, как вы, из Ленинграда. И как вы, она ж повсюду, та везде. Пляш, цкачь, ты поет, куролесит, излучает счастье. Тупость и успех. Как она, никто нам всем не интересен. Ольга Бузова, поверьте, лучше всех. И наступят времена совсем иные. За нее ж бурят, татарин и якут. И тогда полюбят в мире все Россию. Или пусть хотя бы уж все поржут. И ответственность не ляжет тяжким грузом. Поздравление страны на Новый год. Ольга Путина, ой, блин, Владимир Бузов. С уважением, ваш любящий народ. Евгенька, вы знаете, хочу вам сказать честно. Когда в первой строчке была произнесена тобой фамилия Путин, это были самые мои 30 сложных секунд на теле ради канала «Старная ФМ». Я просто думал, закончится для меня творчество здесь мое или нет. Нет, я с большим уважением, трепетом. Спасибо, Евгенька, что мы продолжаем здесь работать. Что бы я хотел... У меня есть ответочка. Есть ответочка. Что-то из детского, да? Подождите. Музыканты прибежали, в барабаны застучали. Бом-бом-бом-бом-бом. Пляшет Маша с комаром. Чему я все это говорю? Это про меня, не волнуйся. Комар это про меня, Маша, не обижайся. Собственно, вот это книжка Чуковского «Сказки в стихах». И дали нам пищу для ума с Машей. Мы подготовили строчки. Так, правильно говори, Маша? Евгенька, смотри, ты стихи говоришь, что пишешь, но сама для себя. Мы предлагаем тебе сегодня написать стихи на всю страну. Пусть знают своих героев в лицо. Евгенька, важное, важное абсолютно условие. На всю страну, это значит, как у нас любят, в стране на троих. На тебя, на Машу Новую, на Майка Войса. Почему? Потому что если все это прославится, соответственно, там будут отчисления какие-то. Ой, Миша все только об этом, понимаешь, что он о гонораре. Да, да, я люблю на берегу, вы знаете, свои 10% я сразу. Сколько твой 10? Мои 10 я не причиную. Твой один. И твой один. Мой большой. Я в фильме отказываюсь, я за творчество, я не про деньги. Все, окей, смотри, мы тогда задаем тебе первую строчку, а ты придумываешь к ней рифму. Таким образом, сочиним целое стихотворение. Эээ, я поняла. Мы не успеем. Там как с Путиным, потому что это уже самое, работает так же. Я хорошо поняла. Чтобы все не пришлось запикивать, давай, так, как-нибудь. Мы с Евгеникой втроем. Опа, мы с Евгеникой втроем. Тыры-тыры-пыры-пом. Надо вот что-то такое, понимаешь, в рифму, да? Мы с Евгеникой втроем. Ну, типа, вместе весело живем, но это сильно тупо. Не, ну это обман. Это сильно тупо. Это обман, это обман. Мы с Евгеникой втроем. Ну, что-нибудь пьем. Песню? В хороводе мы поем. В хороводе мы поем, да? Да, прикольно. Или песню дружную поем. Песню новую, она же новая. Песню новую поем, да. И песня новая, и ты новая, видишь? Мы уже не ошибемся. То есть песня про меня будет в итоге, да? Сейчас, сейчас все, сейчас мы войдем в ритм, Евгений. Сейчас ухит получится. Ждали долго целый год. Целый год. Чего мы ждали? И водили хоровод, я не знаю. А водили, нормальная тема, нормальная тема. Послушайте, все правильно. И водили хоровод. Водили хоровод, конечно. Мы же не просто так ждали, мы хотели что-то призвать хорошее. А как не хороводом что-то можно призвать? С сжиганием чучел? Стойте, стойте, хороводом. Начинается опять вот. Русские традиции. За эфиром съели кекс. Вот тут прям это слово так и напрашивается, ты понимаешь, да? Для чего мы его сюда включили? Это слово было не мое. За эфиром съели кекс. А в эфире ждал нас... Боже мой. Я не знаю других рифм. Но я не предлагаю это. К слову, кекс, просто я испорченная девка. Кто-то застрелился у нас в эфире. Да-да-да-да-да. Редактор, что-то господи, что вы делаете? Под дуплетом кто-то, кто-то промазал первый раз. За эфиром съели кекс. Ну давайте, ну, предлагайте варианты. И возник наш интерес. Интерес... О, слушай, как ты обошла эту тему. Это хорошо. А как вылезло, да? Как вот вылезло из этой ситуации? Вышло. И возник наш интерес. Или интеллект. А нет, кекс интерес. Нет, нет, интерес, Маш. Интерес. Да, все, извините. Не надо, интеллект. Это не к нам. Да, поехали. Нам завидует Европа. Эта рифма тоже не моя. Вашу музыку, что творите? Нам завидует Европа. Ладно, это можно. Вам завидует Европа. Выросла большая ягода. А кстати, а кстати, а почему... Зачем нам рифма, друзья? Белый стих. Белый стих никто не отменял. Не, ну правда, а что еще можно сюда придумать? Нам завидует Европа. Будет у нас все типа опа, да? А будет у нас все тип-топом? Тип-топом? Тип-топом. Отлично. А будет все у нас тип-топом. Вот так, да? Давай, поехали. Мне уже нравится. Это половина стиха. Будет все у нас тип-топом, пишу. Тебе это все потом придется воспроизвести самой. Но я пишу максимально. Да-да-да, это никто не выкинет. Это никто не выкинет. Гордимся мы своей страной. Да, это про наш телерадиоканал, здесь осторожней. Гордимся мы своей страной. Что-нибудь такое, да, патетическое. Страной. Гордимся мы своей страной. Может быть, спиной там что-нибудь поддержим. Мы тебя спиной. Я сейчас вот ушла. Все, мы не оттекаем. Замолкаем. Пауза в эфире. Мхатовская. Мхатовская? Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Но вы тоже думаете. Да. А я придумал. Давай. Никогда не быть мне одной. Не совсем в рифму. Может быть. Ну я хоть что-то придумал. А может быть и так гордимся мы своей страной и Мишкиной лысяной. Нет. А кстати, нормально. Дай меня тоже впишем в историю. Почему бы не вписать мне? Мишку в историю. Давай. Пишите в историю, да. Да? Гордимся мы своей страной и Мишкиной лысяной, да? Отлично. Всех устраивает? Ну я рада. Ну нет, но других вариантов просто нет. Все. Только главное ударение сюда. Я вот тебе подчеркнула. Мы сегодня обсуждаем. Обсуждаем. Пыри-пыри-пыри-парим. Сегодня обсуждаем. А потом мы поиграем. Поиграем. А потом мы поиграем. Отлично. Мы сегодня обсуждаем, а потом мы поиграем. Можно, кстати, с томным голосом добавить немножко пикантности. Во что мы поиграем? Да? Там пилон, я помню, был, да? Пилон, колено-локтевые, вот эти упражнения. И Кеш, я тоже помню. Я знаю, кто писал все эти строчки. Да, это все он на самом деле. Идем по жизни мы смеясь. И выловим. Ясь. Ясь. Идем по жизни мы смеясь. Как это срифмовать, правильно? Раскрась мне. В слово ясь. А, в слово ясь. В слово ясь. В слово ясь. Ну, хорошо, что это. Ну, классно же ты предложила. Ясь. Идем по жизни мы смеясь. И выловим из речки ясь. Давай. И выловим из речки ясь. Осталось совсем немножко, друзья, потерпите. Хит уже буквально вот просто на подходе. Осталось там две строчки. Желаю всем вам от души. Чего? Желаю всем вам от души. Что-нибудь от себя вот реально. Чего хочешь пожелать? Только в рифму. Вот, Евгенька, честно, тоже ведь в голове, а наши пришли. Странно, да? Чтобы были дни ваши хороши. О, чтобы были дни, чтобы были дни все хороши. Да, отлично. Ну, практически. А ты скажи, пожалуйста, ты хочешь спеть это или же прочитать? Нам понадобится некий бит ритма? Или ты захочешь прочитать? Так прочитаю, наверное. Чтобы были дни все хороши. Мишка, и последняя строчка, давай. И запомни, ты навеки какой-нибудь финал, прям такую жирную точку поставим сегодня. Я к вам больше не приду. Вот здесь просто напиши после всего этого, что я к вам больше не приду. Нет, ну давай что-нибудь. Не ты навеки, а ты. И запомни, ты навеки этот стих о человеке. О, кстати. Отлично, отлично. Круто. Помните, я презентовал на 10%? Я понял безысходность этого предприятия. Я возвращаю его. Я не на что, да, я отдаю их. Слушай, было бы классно это сейчас для Инстаграма записать. Это же вообще огонь будет полный. Миш, ты понимаешь, да? Пишите, я вас потом скачаю. У меня прямой эфир включен. Отлично. Евгеника, я хочу единственное воодушевить тебя, знаешь, чем, что это писала Маша? Если бы я это писал своим почерком... То, что бы было, Ниша. Получилось совсем другое, не то, что мы написали, понимаешь? Сейчас я захожу. Начинает. У Маши это бесполезно. Что-то делать без Инстаграма в жизни, это вот... И правильно. Если нам его отключат, я не знаю, что ты, Маша... Здравствуйте, да? Маша снимает меня. Все, готовы, Евгеника? Да. Раз, два, три, два, один. Пэффект. Мы с Евгеникой втроем песню новую споем. Ждали долго, целый год и водили хоровод. За эфиром съели кекс и возник наш интерес. Нам завидует Европа, будет все у нас тип-топом. Гордимся мы своей страной и Мишкиной вот лысиной. Мы сегодня обсуждаем, а потом мы поиграем. Идем по жизни мы, смеясь, и выловим из речки ясь. Желаю всем вам от души, чтобы были дни у вас хороши. И запомни, ты навеки этот стих о человеке. У-у-у, круто! Ну что ж. Браво! И дальше, и дальше вот это была отбивка Николаева. Понимаешь, выпьем за любовь. Это мог бы быть пролог к его песне. На самом деле, это именно так и должно было быть. Слушай, мы можем подарить тебе, на самом деле, эту руку песню. Ну так вот с вашими автографами. Да, вдруг тебе тоже пригодится. А вы мне бумажку вот эту. Слушайте, ну это крутой, друзья, исторический момент. Я не знаю, как вам, друзья, с этим жить. Просто на секундочку погрузитесь в нашу музыку, обдумайте. И мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Меня попросили встать с моего стульчика, посидеть немножечко в сторонке, закрыть ушки, потому что девчата о чем-то секретничали. Но наконец-то, наконец-то у нас эфир. Я могу вернуться на свое место, потому что у нас в гостях Евгеника. Здесь, как всегда, Майк Войс, Маш Нова и у нас Пятница, друзья. Ура! Но не последний рабочий день на этой неделе, друзья. Евгенька, давай уже поговорим о твоем творчестве. Мы, кстати, уже сочинили стихи только что в прошлом выходе. Уже начали говорить об Инстаграме и так далее. Я знаю, что у тебя сейчас намечается ближайшее выступление, где можно тебя воочию увидеть, посмотреть, послушать. Да, я гастролирую с концертами. Это музыкальный стендап, моя, собственно, такая разработка. Стихи, песни, стихи, песни. А потом еще караоке с гостями, потому что 7 лет я работала арт-директором различных крупных караоке. Я знаю такие песни, которые даже не хочу знать. И я с гостями их пою, помогаю. Это очень лихо, весело заходит. 14 июня будет в московском клубе «Найс». Собственно, можно... Для тех, кто знает, тот поймет. Да, можно зайти ко мне на страничку в Инстаграм и посмотреть адрес, телефон, забронировать столик. Евгенька, это будет... Это очень важно для меня лично, потому что 14-е такое важное вообще для всей страны число. 14 июня во сколько? В 2 часа ночи. Это очень хорошо. Это уже ночной клуб. Вы знаете, это уже с 14 на 15? Да, да, да. Это уже после того, как сборная России, мы уже все всплакнем тут. Уже поплачутся. А что это мы всплакнем? От счастья. От счастья-то сразу так, да? От счастья. От счастья, да? Поплачем, а потом на радостях пойдем гулять и зайдем как раз-таки в клубки. Может быть, я тайный Саудовец. Всякое может быть. Ну, да. А подожди, меня заинтересовала тема музыкальный стендап, на самом деле. Вот этот формат, я впервые такое слышу. Ну, потому что... Ты играешь музыкально еще что-то? Я общаюсь там, шутки, юмор, как обычный стендап, например, у тех же камедейщиков. Я могу кого-то там подколоть, с кем-то пошутить, перекинуться фразочками. А все это под музыку, типа, не угадал, дорогой мой друг. Нет, маленькая подложечка идет какая-то там, та-та-та-та-там, та-та-та-та-та. И есть небольшие вкрапления, где ты именно переходишь на вокал. Да, я шучу какие-то истории жизни, рассказываю, народ катается с осмахом, потом перехожу плавно в стихи на эту тему, плавно в песню на эту тему, то есть там пять стихотворений, три песни, пять стихотворений, три песни, шутки, юмор. Там разыгрываю свои диски, журналы с автографами. Такими темпами я уже представляю, дальше выезжает медведь на велосипеде. Цыгане, нет. Да-да-да-да, потом Мулен Руш, все вперед, и вон финал концерта. Я тяну одна, да, мне никого не надо, зачем? Слушай, ну это на самом деле очень интересный, оригинальный, такой самобытный некий жанр, в котором я знаю, что немногие выступают. Программа у меня называется «Я пришла к вам из сказки», выгнали. Вот, кстати, я видела точно так же у тебя написано, кстати, и в инстаграм сверху, да, шапка? А вот можно, вот все, вы все уже сделали друг другу комплименты, какая ты хорошая, у тебя инстаграм, а я там, надо. Давайте вот такие вопросы, которые я люблю, они очень серьезные такие, они про бабки. Да, ну естественно. Вот скажи, пожалуйста, Евгеника, примерно 500 тысяч подписчиков. Да. На каком этапе это уже начало приносить для тебя прибыль? Когда подходила цифра к 100 тысячам, ко мне написали бриллианты. Мы хотим у вас рекламу, я говорю, это что такое? Ну мы вам серьги подарим, а вы в них сфоткаетесь. И все? Я говорю, что так, можно? Да? Они, да, я говорю, несите. И все офигели вообще. И сейчас уже как бы есть какая-то планка, тарификация, то есть либо это полный бартер, либо это за денежку, кому что нужно. Ну смотри, ты хотела поделиться со всеми нашими зрителями и слушателями, как научиться раскручивать свой инстаграм. Нужно сначала разработать свой контент. Это то, чем именно ты будешь выделяться в этом просто океане информации, потому что у нас очень много сейчас таких инстамамочек, которые там показывают, как правильно кормить. Это все перенасыщено. Тебе это не особо близко? Ну нет, я этим зачем? Я не апеллирую с семьей, вот этим всем не тыкаю. Я не выкладываю ребенка нигде, никуда. Зачем? Она вырастет, заведет на инстаграм, еще даст всем, знаете, джаз. Ну да. Сама? Я помогу, но потом. Сейчас маленькая, зачем? Я не апеллирую мужем, посмотрите, за кем я замуж. Нет такого. Вот мне до сих пор пишут, что вы что, замужем? Я говорю, здравствуйте, доброе утро. То есть нет такого. Я сама, как самодостаточная цельная единичка. Ну а муж помогал тебе вначале раскручиваться? Нет, он не разрешил завести инстаграм. Этого уже было достаточно. Было больше крыши, дальше я сама. То есть некоторые есть ролики, которые я там засниму и думаю, выгонит он меня из дома. Вот я думаю, ты же там в образе, в такой роковой красотке, даже в полуобнаженном. У нас есть, конечно, границы. Они, конечно, расширены, потому что он тоже творческий человек. Мы оба водолеи, мы на лезвии ножа это нужно. Ну потому что это творчество в любом случае. Я могу ему что-то принести, говорю, вот это можно? Он скажет, ну вот этот кусок пересними, а так, в принципе, нормально. То есть он свой самый главный критик. Конечно, он, в принципе, единственный. Вот больше кто-то мне там напишет что-то, я говорю, лесом дальше. Но ты прислушиваешься к его мнению. Только к нему. Кто бы что бы мне не говорил, нафиг с пляжа. Вот только Валера. Разрешил, все. Больше мне ничего не интересует. Ну вот смотри, при всем таком своем темпераменте, очень такая жена прям прислушивается за мужем и так далее. За мужем. За мужем. Круто. Смотри, у нас есть некая традиция. Ну что ж, минута, да, минута патриархальности у нас заканчивается, и мы переходим к нашей стандартной рубрике «Вопросы от вот этого лысого молчаливого ведущего». Итак, у нас Блиц. Отвечай быстро. Я поняла. Очень быстро, не думая, ровно как на Первом канале, даже лучше. Как на Первом свидании. Вот так оно проходило. У вас был Блиц. Так, поехали. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором это. Это цель жизни вообще, иначе нет смысла. Если бы сейчас был тысяча восемнадцатый год, что бы вы делали? Ходила в корсете. А три тысячи восемнадцатый? Бес. Когда я буду такой же креативной, умной, но уже старой, я скажу своим праправнукам. Где тут бар? Если бы не юмор, я бы сейчас? Танцевала. Если бы одной шуткой можно мне спасти было жизнь, что это была бы за шутка? О, Господи, их много, я не знаю. Это прекрасная шутка. Смотрите инстаграм, чтобы знать, какой шуткой мне спасут жизнь. С нами сегодня была Евгеника. Маш новая, Майк Войс. Да, певица, актриса и блогер. Все, а мы увидимся с вами в следующем части. Пока. Муа.